В эфире Народного телевидения Хибины программа «Опасно для жизни», в которой мы, как обычно, рассказываем вам о самых резонансных преступлениях и происшествиях минувшей недели. С вами Михаил Елисеев. Здравствуйте! Во многих маршрутных такси над пассажирской дверью можно увидеть табличку «Место для удара головой». А вот этот сегмент дорожного ограждения на Говоричевском путепроводе впору переименовывать в «Улавливатель пьяных водителей». Так часто они сюда прилетают. Предыдущее пьяное ДТП в этом месте случилось 12 июня, когда ограждение моста протаранил «Мерседес». Через три месяца дыру в металлической конструкции пробил «Рено Каптюр». Это произошло 10 сентября около двух часов ночи. В ДТП никто не пострадал, но машине, как видно, досталось неслабо. А свидетельствование на состояние опьянения показало, что пилот «Рено» был пьян, а проверка по базам данных ГИБДД, что у него нет водительского удостоверения. В итоге «Каптюр» отправился на платную стоянку, а водитель в камеру изолятора временного содержания. «Материал был направлен в мировой суд. Было принято решение о наказании данного гражданина, наказание в виде ареста сроком до 10 суток». Примечательно, что уже на следующий день на популярном сайте объявлений появилось предложение о продаже разбитой машины. «За Рено» 2021 года выпуска, как удалось понять из разговоров на месте происшествия, даже не успели выплатить автокредит. В субботу вечером в Апатитах на территории промзоны случилось ДТП, в котором серьезно пострадал мотоциклист. Наша съемочная группа работала на месте этого происшествия. По словам очевидцев, мотоцикл двигался от перекрестка в сторону выезда из города на небольшой скорости, когда перед ним на проезжей части внезапно появился автомобиль «Шкода Йетти», выезжающий на дорогу от магазина. Водитель «Шкода» не предоставил мотоциклисту преимущества в движении, и транспортные средства столкнулись. Байкер был в защитной экипировке, но все равно пострадал в ДТП. Водитель осмотрен скорой медицинской помощью и направлен в травматологическое отделение Апатитской Кировской больницы. Жители Апатитов отмечают, многие автомобилисты, выезжая в этом месте от магазина известной сети дискаунтера, совершенно не смотрят на дорогу. Аварийные ситуации здесь, к сожалению, совсем не редкость, так что клиентам магазина стоит быть внимательнее. Вот здесь, на пешеходном переходе у 10-й школы в Апатитах, случилось то, чего опасаются многие водители, а многие вообще считают такую ситуацию кошмаром. Ребенок на самокате выкатился на пешеходный переход в тот момент, когда по дороге двигался автомобиль. Дело в том, что с точки зрения ПДД, человек, управляющий самокатом без мотора, считается пешеходом. Однако такие наездники вылетают на дорогу крайне стремительно, порой даже быстрее, чем велосипедисты. Но если по зебре верхом проедется велосипедист и попадет при этом под машину, то виноватым, скорее всего, признают именно его, поскольку он в момент столкновения управлял транспортным средством. А вот при наезде на пилота самоката виновным с огромной долей вероятности станет водитель. Водитель автомобиля Киария не уступила дорогу ребенку, который двигался по нерегулируемому пешеходному переходу на самокате. В результате произошло столкновение, ребенок травм не получил. Водитель привлечена к административной ответственности за то, что не уступила ребенку дорогу, движущемуся по пешеходному переходу. И тем не менее, покупая ребенку самокат, стоит рассказать ему, что перед зеброй нужно спешиваться и пересекать проезжую часть пешком. Ведь такие наезды крайне травмоопасны, и порой после них юным самокатчикам приходится долго и не всегда успешно лечиться. Житель дома номер 23 по улице Гладышева в Апатитах решила заглянуть в гости в квартиру, где собралась компания нетрезвых мужчин. Его присутствие мужчинам не понравилось, и они избили ночного гостя. В ночь субботу на воскресенье в экстренные службы Апатитов поступило сообщение, что в малосемейке на улице Гладышева мужчине пробили голову. К месту происшествия тут же выдвинулись медики и полицейские. В реальности все оказалось не так драматично, но досталось пострадавшему все же довольно серьезно. Бригада скорой помощи даже отвезла его в больницу, но перед этим Апатитчанин успел указать на одного из своих обидчиков. Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются полицейские. Правда, сделать это будет непросто. Мотивы здесь явно нетривиальные. Да что вы мне пьете, с***? Рома, ты слышишь меня? Нет? Они сказали, что я п***ю, с***, с***. Ты полудуром. Рома. Они сказали, что вы выпейте уже, давай. Все, полиция, скорая, все, давай, все, я уже не нужна. И на сегодня у меня все. Очередной выпуск программы «Опасны для жизни» подошел к концу. Смотрите нас в эфире Народного телевидения «Хибины» и в социальных сетях. Оставайтесь с нами и берегите себя. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...